Всем привет! Рубрика макияж. Макияжу, правда, уже много часов, но решила все равно показать. Для макияжа глаз сегодня использовала палетку от NYX, тушь от Bourjois, карандаш на бровях от L'Etoile, румяна от DIVAGE, они в номере 8705, хайлайтер от марки Soda в номере 002. Вот так он выглядит. На губах у меня помада от Catrice в номере 050. И аромат у меня от Faberlic Renata Secret. Всем отличного настроения и всем пока! Всем привет, девочки! Представляете, вот буквально только светило солнце, хорошая погода была, и внезапно потемнело, и сейчас идет ливень, я думаю, видно. Гром гремит, ветер сильный, судя по тому, как деревья раскачиваются. Рубрика макияж. Для макияжа глаз использовала палетку от Vivienne Sabo, использовала из нее светлый матовый оттенок для фиксации базы под тени, и также использовала матовый оттенок в складку века. Вот этот светлый оттенок использовала, и в складку века вот этот оттенок использовала. И затем я использовала палетку от Makeup Revolution. Вот такое название у палетки. На все подвижное века наносила вот этот оттенок, край века затемняла вот этим оттенком, и в уголок глаза наносила вот этот светленький оттеночек. И вместо карандаша для глаз я сегодня использовала черный оттенок теней из палетки Sleek Original. Тушь сегодня использовала от Bourjois, она то ли заканчивается, то ли подсыхает. Если ее как бы немножко наслаивать, стала уже комочки давать на ресницах. На бровях у меня карандаш от L'Etoile. Зафиксировала его гель-фиксатором от Rimmel, который мне Анечка из Израиля присылала. Румяна на мне от Makeup Revolution. Под бровями на скулах у меня хайлайтер от Catrice. Очень деликатный, нравится мне. На губах у меня матовая помада от Catrice. Помада в номере 070. И аромат на мне сегодня от Faberlic, Офи Эрик Сенсуэль. И это был подарок от Галечки. Всем отличного настроения и до новых встреч. Девочки, хотела еще показать, какой лак сегодня использовала для маникюра. Вот такой лак. Вот с таким названием. И вот так он смотрится на ногтях в один слой. Была я в магните, купила немного продуктов. Хочу показать вам. По акции 1 плюс 1 взяла 2 упаковки сосисок. Каждая стоила по акции 65 рублей. Также взяла 2 упаковки голень куриная. Каждая упаковка стоила 139 рублей. Со скидкой взяла колбасу. Стоила она 89,90. Взяла апельсины. Килограмм стоил 79,90. Бананы купила. Килограмм стоил 65 рублей. Вот такие бананы. Для младшей купила груши. Стоили они 99 рублей за килограмм. У меня только младшая груши ест. И то, знаете, как бывает, откусит. И говорит, больше не хочу. Поэтому я, ну, по многу не беру их. Также взяла яблоки. Яблоки стоили 87 рублей за килограмм. Детям взяла шарики. Стоили они, по-моему, 39 рублей за упаковку. У меня дети такие пробовали. Дети сказали, неплохие. На пробу взяла вот такие сырки. Стоили они 79 рублей 90 копеек. Я такие первый раз увидела. То есть там еще подарок идет в коробке. Такая информация. Как всегда, взяла мюсли. Взяла с яблоком. Стоил пакет 89,90. И что-то мне захотелось. Взяла я вот такую пачку сладкие кукурузные палочки. Кузя. Была акция. Стоил пакет, по-моему, 34,90. Я взяла 4 упаковки себе и детям. Муж у меня такие не любит, поэтому взяла себе и детям. И это были все покупки. Пошла я изначально, чтобы детям купить фрукты, потому что у нас фрукты закончились. Особо выбора в фруктах не было. То есть даже вот то, что я купила, надо было выбирать, потому что, ну, многие товар уже выглядел, мягко говоря, не очень. И такие у меня были покупки. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Иду я за Фаберлик, девочки. Всем привет. Смотрите, какая красота. Немножко красоты в ленту. Смотрите, какая красота. Я забрала Фаберлик. Вот несу коробку. У нас пункт выдачи работает 3 дня в неделю в определенное время. И только на выдачу товаров заранее оплаченных. Всем привет. Недавно я покупала сырки и хочу показать вам, как они выглядят, потому что мы их сейчас будем открывать. И я решила, вдруг кому-то тоже интересно. Вот так они внутри смотрятся, то есть каждый в индивидуальной упаковке. Вот такой небольшой сырок ванильный в карамельной глазури. Вот так выглядит. Давайте я все выскажу. Мы с вами посмотрим. Так же здесь идет подарочек такой. Вот такие сырки. Мне кажется, это для детей интересно. Вот так выглядит. И вот такой подарок попался. Не знаю, что это и для чего, но младшая обрадовалась. Нашла, для чего нужна эта штучка. Вот здесь показано, как ее можно использовать. И вот так сам сырок выглядит. Где у меня палец, там заканчивается сырок. Вот такой он небольшой. Ну и вот так внутри выглядит. Ну, вкус такой обычный. Сейчас распробовала. Вот мы берем еще творобушки Трикота там на упаковке. Мне они кажутся намного вкуснее, чем эти. То есть мне кажется, не всем они понравятся. Всем привет, рубрика Макияж. Для макияжа глаз сегодня использовала палетку от Vivienne Sabo. Также серый оттенок из кругленькой палетки от Makeup Revolution. И также использовала палетку хайлайтеров от Essence из лимитированной коллекции. И из палетки я брала вот этот розовый голографический оттенок. Также я использовала карандаш для глаз от L'Oreal в 201 номере. На бровях у меня карандаш от L'Etoile. На ресницах тушь от Bourjois. Хайлайтер сегодня взяла тоже из палетки от Essence из лимитированной коллекции. Вот этот. Румяна мои добивашки от Makeup Revolution. На губах у меня блеск от Catrice в номере 040. И аромат на мне сегодня ванильные мечты. Всем отличного настроения и до новых встреч! Всем привет! Я когда ходила забирать Faberlic, я еще зашла в FixPrice. Но по самому магазину я не ходила. Я зашла, сразу спросила кассира, есть ли у них в продаже маски. Кассир сказала, что есть и что они на кассе продаются. И я как бы сразу пошла на кассу и приобрела маски. Вот такой набор. Стоит он 150 рублей. И в набор входят 5 масок. Давайте покажу информацию. Ну и вот так выглядит. Решила показать. Может кому-то тоже это актуально. И вот так выглядит маска. Обычная, тоненькая. Рубрика макияж. Макияж я сегодня решила сделать с помощью палетки от Makeup Revolution. Вот такое название у палетки. Нанесла базу под тени. Зафиксировала ее светлым матовым оттенком из палетки от Vivienne Sabo. Складку века проработала вот этим матовым оттенком. Из палетки от Makeup Revolution на все подвижное веко нанесла вот этот оттенок. Далее край века я затемнила серым оттенком из палетки до бивашки от Makeup Revolution. Растушевала я немножко вот этот оттенок вот этим оттенком матовым. И потом, чтобы сгладить переходы, я на вот этот оттеночек, чуть-чуть заходом на серый оттенок, нанесла вот этот оттенок. Вместо карандаша для глаз я использовала черный оттенок из палетки Sleek Original. Тушь у меня от Bourjois. Она уже заканчивается и плохо прокрашивает ресницы. Карандаш для бровей по-прежнему от L'Etoile. Румяна от Makeup Revolution. Хайлайтер от Catrice. На губах у меня жидкая матовая помада от Reluie в номере 10. И аромат на мне сегодня зелёный чай. Всем отличного настроения и до новых встреч! Всем привет! Смотрите, какая красота! Как красиво всё цветёт! Всем привет! Смотрите, какая у нас висит информация на магните. Хочу показать свои небольшие покупки за сегодня. Я с утра ходила на молочную кухню, потом зашла в магазин Хостовары, потому что мне нужны перчатки. Там я за 70 рублей приобрела вот такую пару. Здесь как материал и здесь как прорезиненная часть. Вот так выглядит. И там же за 25 рублей я приобрела вот такие перчатки. Больше там никаких вариантов не было, поэтому я позже пошла в фикс прайс в надежде купить там такие вот тоненькие перчатки. Потому что с 12 числа в общественных местах нужно будет находиться и в маске, и в перчатках. Иначе штраф 4000, как я поняла. А у меня дома как раз закончились все перчатки. Но в фикс прайсе перчаток, которые я надеялась приобрести, не было. И я в итоге приобрела вот такие перчатки. Ну, они, наверное, такие же, как эти, только дешевле вышли. И кроме таких перчаток я другие в фикс прайсе не нашла. Эти перчатки стоили 50 рублей упаковка. В упаковке 4 пары. Я взяла такие 2 упаковки. Ну, одну себе, вторую для родителей. Вот такая здесь информация. Я решила, что, ну, вдруг не получится какие-то другие перчатки купить. И тогда эти тоже, ну, будут неплохим вариантом. Вот такие. Ну, и как вы видите, у меня 2 упаковки. Также я в фикс прайсе за 50 рублей приобрела батарейки. У нас мышка беспроводная у детей. И периодически в ней батарейки садятся. И вот такие туда как раз подходят. И по 27,50 купила я 4 упаковки воздушного суфле. Пухлый кролик. Я такие не пробовала, но Ира, канал Альмира, очень их хвалила. И поэтому я решила взять на пробу. Здесь у меня 2 упаковки со вкусом bubble gum. Давайте посмотрим информацию. 85 грамм. И 2 упаковки я взяла. Так, это, по-моему, со вкусом пломбира. Да, вкус пломбира. Я так поняла, что еще с каким-то вкусом бывают. Но у нас в магазине только такие были. Раньше я на них не обращала внимания. Но вот увидела в ролике у Иры. И решила тоже взять попробовать. И взяла сразу 4 упаковки. Потому что неизвестно, когда я в следующий раз попаду в фикс прайс. Я стараюсь без необходимости не ходить. И у меня не рядом этот магазин. Поэтому вот взяла побольше. И давайте быстренько покажу, что я приобрела в магните. Но сначала еще хочу показать. Окол фикс прайса. Такой, как частный магазинчик. И там продавались маски. Ну, вот из ткани. Маска стоила 100 рублей. Были маски с картинками. Вот здесь еще какой-нибудь рисунок был. Ну, я взяла обычную черную. Взяла одну на пробу. Не знаю, насколько в ней удобно будет. Вот такая маска за 100 рублей. И давайте покажу теперь, что я в магните приобрела. Я зашла хлеб купить. Но хлеб я уже убрала. Не буду показывать. Также взяла яблоки. Килограмм стоил 139 рублей. Вот такие яблоки. Дальше взяла я еще яблоки расфасованные. Они стоили 74 рубля за килограмм. Вот такая здесь информация. И яблоки вот так выглядят. Надеюсь, что они не кислые. За 69 рублей взяла редиску. Такая информация. Также взяла огурцы. Килограмм стоил 89 рублей. За 139 рублей взяла сердце охлажденное куриное. 500 грамм. Также взяла десерты. По-моему, каждый стоил 39 рублей, если я не ошибаюсь. Или 34 рубля. Помню, что была на них скидка. Но вот точно сколько стоили, не помню. Взяла 4 шоколадных. И один ванильный. И забыла показать. В фикс прайсе я еще приобрела вот такие влажные антибактериальные салфетки. Здесь у нас 120 штук. И стоили они 77 рублей. Вот такие у меня были покупки. Вот такие у меня были.